Как переходить от случая вещественного поля к комплексному и обратно? Вот мы доказали теорему, что если можно найти все корни характеристического многочлена, то тогда матрица любого оператора приводится к жордановой форме. В поле вещественных чисел это не так. У нас есть примеры, когда матрицу нельзя привести даже к верхней треугольной форме. Вот матрица оператора поворота на плоскости, она ни в каком базисе не может быть верхней треугольной. Вот сейчас мы постараемся понять, как в случае, который нас больше интересует, это в вещественном случае, в случае операторов, действующих в линейных пространствах над вещественным полем, как все-таки получать какие-то результаты, которые могли бы заменить вот эту теорему о жордановой форме. Для этого давайте вспомним, как вообще мы переходим от полей вещественных чисел к комплексным и обратно. Если у нас есть поле вещественных чисел, давайте в обратную сторону начнем. Если нам дали поле комплексных чисел С, то это просто как бы пары вещественных чисел. Значит, если z комплексное число, то мы смотрим на него как на пару x и y. Или же можно его записать вот в таком виде, где и это мнимая единица. Это просто две разных формы записи одного и того же. Но это не просто пара чисел, а пара чисел, которые можно складывать и еще и умножать друг на друга. Значит, это еще пара чисел, еще с операцией умножения. Есть правило, по которому мы можем умножать пары и получать тоже в результате пары чисел. Значит, если мы забудем про это умножение, ну, как бы оно у нас имеется, но вот если мы про него забудем, то получим просто уже пара чисел, вот x и y. Пара вещественных чисел. Значит, вот переход от поля комплексных чисел к вещественным. Стартуя с комплексного числа, мы, забывая о том, что можно их перемножать друг на друга, получаем просто пары вещественных чисел. Значит, в обратную сторону тоже понятно, как. Значит, если x у нас вещественное число, то, чтобы получить комплексное, значит, надо к нему добавить еще какое-нибудь другое число. Значит, то есть, опять же, надо взять пары вещественных чисел и по паре вещественных чисел сопоставить комплексное. Теперь то же самое мы проделаем с линейными пространствами. Значит, начнем с поля комплексных чисел, пусть V линейное пространство над полем комплексных чисел. Это означает, что V, это Абелева группа по сложению, если вы помните определение с нашей самой первой лекции в феврале, значит, V это Абелева группа по сложению, и еще, значит, элементы V можно умножать на комплексные числа. То есть, в V есть две операции, значит, одна из них сложение, мы ее менять не будем, и ничего со сложением делать не будем, вторая операция умножение на комплексные числа. Значит, поскольку вещественные числа, вот я тут забыл сказать, что, естественно, что вещественные числа, это вот подмножество комплексных, значит, это числа, значит, R можно отождествовать с парами чисел вида Х0. Значит, это пары, где второй элемент нулевой. Так вот, поскольку вещественные числа – это часть комплексных, давайте сейчас забудем, что у нас есть более общая операция умножения на комплексные числа, и будем помнить, что нам разрешено только умножать лишь на вещественные. Так вот, теперь2 demo. Так вот, у нас есть болееärkeные, выключady Киноблог스가, и jumping적, дом, которое нам слышно. Так вот. Так вот, вот я Crossing такой дом. Так вот, мы и с мальчика сладко углуб вещественной части на Х0. Какой объект мы получим в результате? Мы получим V с двумя операциями. Одна из них – сложение, мы с ней ничего не делали, а другая – это операция умножения на вещественные числа. Про то, что можно умножать на более общее число, мы забыли. Получим линейное пространство над полем R. Так было линейное пространство над полем комплексных чисел. В результате того, что мы забыли о возможности умножать на настоящие комплексные, оставили возможность только умножать на вещественные, получаем линейное пространство над R. Поскольку оно получено из V, давайте его обозначать V с индексом R и называть овеществлением пространства V. Так, чтобы было линейное пространство над полем комплексных чисел, мы получили его овеществление как линейное пространство над полем вещественных. Ну, простой пример. Давайте в качестве V возьмем само поле комплексных чисел. Значит, в само поле тоже есть линейное пространство над собой. Значит, в результате получим его овеществление. Значит, мы берем комплексные числа и забываем о возможности их перемножать друг на друга, оставляем возможность только умножать на вещественные числа. Поэтому получаем обычное двумерное вещественное пространство. Давайте я напишу так, изоморфно. Вот это овеществление изоморфно, собственно говоря, даже не изоморфно, а равно в точности, потому что это и есть пары чисел с теми же самыми операциями. Теперь давайте в общем случае посмотрим на размерности, на связь размерностей. Значит, этот пример показывает, что если размерность V равнялась единице, то размерность овеществления будет равна двум над полем вещественных чисел. Вот давайте возьмем какой-нибудь базис в V. Значит, попробуем построить базис в овеществленном пространстве. Ну, первый, естественно, вопрос, будет ли этот же самый базис базисом Vr. Что мешает быть базисом Vr? Да, например, вот есть некоторый вектор V равный I на E1. Значит, это элемент пространства V. В пространстве V мы можем умножать вектора на комплексное число. Разумеется, он получается из первого вектора нашего базиса просто умножением на некоторое число. Но после того, как мы запретили умножать на комплексное число, а разрешили умножать только на вещественное, мы этот вектор V никак не сможем получить из этого базиса. И чтобы получить базис, надо добавить вектора такого вида. Пусть тогда E1, E, N, I на E1, I на E, N будет базисом Vr. Ну, давайте проверим, значит, линейную независимость и максимальность. Значит, возьмем линейную комбинацию, как обычно. Значит, раз у нас вещественное поле теперь, то коэффициенты в линейной комбинации должны быть вещественные. Возьмем линейную комбинацию с вещественными коэффициентами, проравняем к нулю. И теперь запишем ее же по-другому. Альфа 1 плюс и бета 1. Давайте этот индекс G поставлю, чтобы не путать с минус единицей. С мимо единицей. Получили вот такое равенство. Но ведь исходно E1, E, N был базисом V, которое было линейным пространством над полем комплексных чисел. То есть, любая линейная комбинация с комплексными коэффициентами, если равна нулю, то все коэффициенты должны быть равны нулю. Но отсюда делаем вывод, что все эти комплексные коэффициенты равны нулю. Значит, вот линейная независимость проверена. Ну, максимальность проверяется примерно так же. Значит, надо произвольный вектор из VR выразить через элементы базиса. То есть, поскольку в самом V это было базисом, то любой вектор V... Любой вектор V можно записать в таком виде, где V1, V, N... Значит, комплексные коэффициенты, координаты вектора V. Ну, а дальше каждое комплексное число записать как сумму вещественного и чисто мнимого. Значит, и получить максимальность. Значит, наш вектор V равняется... АЛЬФА1Е1 плюс АЛЬФАНЕН. Значит, вот любой вектор можно записать в виде линейной комбинации этих 2N векторов. Ну, а отсюда общее утверждение про размерности. Значит, я в качестве индекса у размерности буду обозначать то поле, над которым эта размерность считается. Значит, размерность V, как комплексного линейного пространства, равна удвоенной размерности овеществления, которое мы считаем как вещественное линейное пространство. Значит, был базис, состоящий из N векторов над полем комплексных чисел. Получили базис, состоящий из 2N векторов для поле вещественных чисел. Да, виноват, конечно же. Конечно же, спасибо. Тут, значит, 2N, да, это вот равно N. А это равно, значит, 2N. Да, конечно, спасибо. Совершенно верно. Так, окей. Значит, теперь... Значит, кроме самих пространств можно смотреть и на овеществление операторов. Значит, если F линейный оператор на V это значит, что что F обладает вот такими двумя свойствами. Сумма переводит в суммы, а умножение на комплексные числа переводит тоже в умножение на комплексные числа. Значит, если мы забываем про возможность умножать на комплексные числа и оставляем только возможность умножать на вещественные, то F остается по-прежнему линейным оператором. Поскольку умножение на вещественные числа уже удовлетворяет вот этому свойству. Значит, поэтому отображение F является является также линейным оператором и над вещественными числами. А значит, задает линейный оператор в веществлении. Значит, V и VR как множество это одно и то же множество. Просто в нем разные возможности умножать на числа. Значит, как множество это одно и то же и отображение F оно является линейным и над полем комплексных чисел и как следствие этого и над полем вещественных. Потому что вещественные это часть комплексных. Если что-то верно для всех комплексных, то оно же верно и для их части, то есть для вещественных. Однако с матрицами линейных операторов возникает некоторая проблема. Проблема связана с тем, что базис веществления в два раза больше, чем базис самого пространства. То есть пусть АФ это матрица матрица линейного оператора F в комплексном линейном пространстве В в некотором базисе. Естественно, что матрица от базиса зависит. Ну, давайте какой-нибудь базис зафиксируем и матрицу напишем. Это будет матрица размерами n на n. Через F с индексом R мы обозначим овеществление вот этого оператора, то есть то же самое отображение только в котором мы забыли, что оно еще удовлетворяет вот этому свойству для комплексных чисел. То есть это то же самое отображение того же самого множества В только при условии, что мы забыли про то, что можем умножать на комплексные числа. И вот теперь мы хотим написать матрицу матрицу вот этого оператора FR в базисе таком удвоенном уже базисе, который является базисом овеществленного пространства. Давайте как-нибудь обозначим коэффициенты матрицы АФ давайте избегать индекса и среди индексов, потому что он обозначает на нему единицы. Значит, АКЖ раз это оператор над полем комплексных чисел, то числа комплексные. соответственно, каждое это комплексное число можно записать как пару вещественных. Итак, АФ это у нас n на n матрица с комплексными коэффициентами. Каждый коэффициент это пара обычных вещественных чисел. Как записать то условие, что АФ это матрица оператора F. Значит, F от E катого базисного вектора равняется АКЖ ЕЖ. Ну а теперь я вместо Акатова подставлю его представление в таком виде. и запишу это как два слагаемых. Значит, тут в каждом слагаемом подразумевается сумма по J. И там и там суммирование по индексу G. Вот это позволяет нам написать поскольку Екаты вот эти вектора это первая половина базиса в котором мы хотим записать матрицу. то есть мы можем левую половину матрицы записать уже глядя на эту формулу. Матрица получится большая 2N на 2N и первые N столбцов будут выглядеть так. Сначала коэффициенты B при базисных векторах ЕЖ. А потом при базисных векторах ЕЖ умноженное на мнимую единицу будут коэффициенты СК Ж. Значит это левая половина матрицы оператора ФР. Теперь чтобы написать правую половину нам надо выяснить чему равно Ф и ЕК. Но Ф был первоначально линейным над полем комплексных чисел значит И можно вынести наружу и написать что это будет минус СК Ж Е Ж плюс БК Ж умножить на И Е Ж. Опять же суммирование позже подразумевается. Значит коэффициенты при первой половине базисных векторов будут равны минус СК Ж А при второй БК Ж А при Если мы из этих коэффициентов напишем матрицы Б и С матрицу А Ф представим вот в таком виде просто как сумма двух вещественных матриц Б С вещественные матрицы то есть матрицы с вещественными коэффициентами Тогда у нас получится матрица нашего оператора вот такая вот блочная Б минус С С Б Итак мы получили матрицу овеществления оператора Ф Итак значит из одной комплексной матрицы n на n мы получили вещественную матрицу размерами 2n на 2n вот такого вот вида Значит это матрица овеществления оператора Простая лимма Значит определитель такой матрицы всегда неотрицателен Для любых матриц B и C определитель такой матрицы всегда неотрицателен Так Ну давайте попробуем это доказать с помощью элементарных преобразований строк и столбцов Значит мы знаем что при элементарных преобразованиях определитель не меняется Значит вот давайте умножим скажем нижнюю строчку на и и прибавим к верх нижней строчке вот эти из нижней половины все умножим на и и прибавим к верхним строчкам соответствующим Значит получится определитель который нас интересует равен определителю вот такой вот матрицы по строчкам делаем преобразования первую строчку из нижней половины умножаем и прибавляем к первой строчке из верхней вторую строчку из нижней половины умножаем и прибавляем к второй строчке из верхней и так далее поэтому эти наши преобразования можно записать сразу для матриц целиком Теперь давайте умножим левый столбец на мнимую единицу. Значит, если левый столбец мы умножим на мнимую единицу, получится и b минус c. То есть то же самое, что вот здесь. Вот это, если мы умножим на мнимую единицу, получим вот это. Значит, давайте умножим левый столбец на мнимую единицу и вычтем из правого. Значит, левый столбец оставляем, а правый столбец, вот действуем с ним, как здесь написано. Значит, тогда здесь получится 0 в правом верхнем углу, а в правом нижнем, давайте посмотрим. Значит, мы вот это умножаем на i и вычитаем из этого. Значит, b минус и c. Итак, после вот этих двух манипуляций со строчками и со столбцами, которые не изменили определитель, мы получили правый верхний угол, равный нулю. И тогда определитель такой блочной матрицы есть просто произведение определителей углов. Значит, b плюс и c умножить на b минус и c. Ну, определители этих двух матриц отличаются только тем, что коэффициенты b и c вещественные, а при мнимых единицах противоположные знаки. Значит, один из них является сопряжением для другого. Значит, получается b плюс и c определитель умножить на b плюс и c сопряженный. Ну, и каким бы ни был комплексным числом определитель b плюс и c, в результате получаем произведение комплексного числа на его сопряженное. Значит, получаем величину, которая больше или равна нуля. Значит, вот оказывается, что не любой вещественный оператор размерами 2n на 2n матрица, если его задавать, значит, не любой такой оператор будет овеществлением какого-то комплексного. Вот, по крайней мере, вот одно необходимое условие мы уже обнаружили. Значит, определитель оператора должен быть неотрицательным. Так, ну это вот была простая часть. Значит, мы выясняли, как от комплексного поля переходить к вещественному. От линейных пространств над полем комплексных чисел переходить к линейным пространствам над вещественными числами. Теперь наоборот. Значит, для того, чтобы обратно переходить, нам понадобится понятие комплексной структуры. Значит, это мы сейчас уже обратно пытаемся действовать. Значит, нам дано вещественное линейное пространство V. А мы хотим как-то из него получить комплексное. Вот определение комплексной структуры на V называется Значит, оператор G, удовлетворяющий условию, что G в квадрате равняется минус тождественной. То есть, любой оператор G, который в квадрате равен минус тождественному, называется комплексной структурой в линейном пространстве V. Иногда их бывает много, во-первых. Во-вторых, не в любом пространстве V хоть один такой найдется. Так что пока это просто определение. Вообще говоря, даже пример, наверное, пока я воздержусь приводить. Пока, может быть, и не очевидно, что такие операторы существуют. Ну вот, представим себе, что они есть. Вот возьмем такую комплексную структуру и попробуем с ее помощью определить комплексную структуру комплексного пространства на V. Что уже на V есть и чего там не хватает для того, чтобы считать его комплексным линейным пространством. Структура абелевой группы по сложению есть. То есть умножать на вещественные числа можно, пока нельзя умножать только на комплексные числа. Потому что нам надо определить, как умножать на комплексные числа. При этом на вещественные умножать можно, и все аксиомы о том, что там дистрибутивность, ну вот все, что там у нас требуется от линейного пространства, и все это выполнено для вещественных чисел. Значит, вот возьмем вектор V, возьмем комплексное число альфа плюс и бета, и попытаемся определить, как одно умножать на другое. Ну, с альфой все просто. Значит, альфа вещественная, поэтому будет альфа V. Значит, бета, опять же, умножение на бета, как на вещественное число написать нетрудно. Значит, важно понять, что такое мнимая единица, умноженная на V. Вот давайте определим это как оператор G от V. Значит, G – это комплексная структура. Дистрибутивность, очевидно, выполняется для вот этой формулы. Значит, единственное, что нужно проверить, я напомню, это самая последняя аксиома линейного пространства. Значит, лямбда умножить на мю на V должно равняться лямбда мю на V. Значит, для любых комплексных чисел. Значит, вот это единственное, что нужно проверить, остальные все свойства выполняются очевидным образом. Ну, кстати, когда я говорю, что остальные все свойства выполняются очевидным образом, это значит, что, если вы это понимаете, то очень хорошо, а если нет, то в первую свободную минутку, которая выпадет, значит, проверить, что они действительно выполняются очевидным образом. Так, ну, а мы будем проверять вот это свойство, которое, ну, тоже, конечно, простое, но чуть менее очевидное. Значит, надо взять два комплексных числа, вот, допустим, лямбда – это вот. Значит, запишем эти два комплексных числа в таком виде, значит, подставим в левую и в правую часть и проверим, будет ли выполняться вот это свойство. Значит, сначала в левую часть. я сначала гамма плюс и дельта записал, умноженное на V, сейчас вот еще и альфа плюс и бета умножим. Значит, альфа на гамма на V плюс альфа дельта на G от V плюс бета гамма на G от V плюс бета дельта G квадрат от V. Значит, и еще давайте я воспользуюсь тем, что G квадрат равно минус тождественному. То есть первые три слагаемые я перепишу. А последнее заменю на минус бета дельта V. Вот. Теперь правую часть запишем. Значит, произведение лямбда на мю это будет альфа гамма минус бета на дельта плюс и на альфа дельта плюс бета гамма. Значит, вот это надо умножить на V значит, то, что без минимума единицы сразу можем записать альфа гамма минус бета дельта на V плюс альфа дельта плюс бета гамма на G от V. Ну и сравнивая правой части получаем, что равенство выполняется. И выполняется оно, в общем, за счет единственного важного свойства, это то, что G в квадрате есть минус тождественный. Если бы мы G как-нибудь по-другому определили без выполнения этого свойства, то, конечно, там бы не сошлось ничего. Итак, если есть оператор комплексной структуры, то мы можем ввести корректную операцию умножения на комплексные числа с помощью этого оператора комплексной структуры. Значит, итак, мы перед перерывом заметили, что если V вещественное линейное пространство, то мы можем превратить V в комплексное линейное пространство, которое, конечно же, зависит от оператора G. Если G разное, то и комплексное пространство, ну, структура умножения на комплексные числа будет разной. Ну вот давайте обозначим то, что получилось, скажем, V с волной. Значит, это линейное пространство над полем комплексных чисел с указанным умножением на комплексные числа. Значит, V с волной умножение на комплексные числа задается с помощью оператора G по формуле, которую мы с вами писали. Теперь давайте вспомним, как мы проводили овеществление. И что будет, если мы вот это вот комплексное пространство овеществим? И что получится? Вот мы только что с некоторыми усилиями ввели возможность умножать на комплексные числа и получили из V V с волной. А теперь хотим его овеществить, то есть забыть про вот эти наши усилия. потраченные, ну, не совсем зря, я надеюсь. Значит, и получается просто исходное пространство V, да? Значит, раз мы забыли про ту структуру, которую ввели, значит, остались с тем, что у нас было с самого начала. Было линейное пространство V. Поэтому, как связаны между собой размерности вот этого V с волной над полем комплексных чисел и размерность самого V. Той же самой формулой. Потому что V это овеществление V с волной. Значит, комплексная размерность, вот тут вещественную поставим, значит, комплексная размерность должна умножаться на 2 и должна получиться вещественная размерность V. Значит, формула та же самая. Но интересный вывод о том, что оператор комплексной структуры, значит, если существует, то размерность пространства V должна быть четной. Четной следствие. Значит, получаем, что вот такие операторы существуют только в четно-мерных пространствах, по крайней мере. Может, они и там не существуют, но это мы через некоторое время все-таки увидим, что таковые имеются. Но безнадежно пытаться устроить комплексную структуру, если размерность нечетная. Так, ну и теперь, значит, давайте выясним, как можно комплексифицировать произвольное линейное пространство. Итак, опять пусть... Значит, чтобы можно было его комплексифицировать, значит, нужно сначала сделать, чтобы размерность стала четной. Потому что без этого никаких надежд на возможность комплексификации нет. Как сделать четную размерность из произвольного линейного пространства? Надо взять вот два его экземпляра. Внешняя прямая сумма. Вот взяли два экземпляра V, получили удвоенную размерность. Значит, я напомню, что это просто множество всех пар V, W, где V и W – это элементы самого V. Ну, мы так определили внешнюю прямую сумму. Значит, множество пар элементов из V. операции по-компонентной, конечно же. Значит, если захотим умножить на какое-то число, то на это число надо будет умножить и первую, и вторую компоненту. Так, окей. Значит, вот взяли вот такое новое линейное пространство. А теперь нам в этом четномерном линейном пространстве надо придумать оператор G со свойством, что его квадрат равен минус тождественному. Ну, давайте попробуем взять такой вот G. Значит, надо определить значение G на всевозможных парах. G у нас будет значит, G будет оператор в этой внешней прямой сумме. Значит, нам надо определить значит, его хоть как-то. И вот один из вариантов это такой. Значит, давайте поменяем местами V и W и еще в одном месте знак поменяем. Удостоверимся, что G в квадрате равно минус тождественному. Значит, когда мы второй раз будем применять G значит, мы должны еще раз поменять местами V и W у W знак уже не меняем а у W еще раз должны поменять знак значит, и получится действительно минус тождественный оператор. И так же в квадрате есть минус тождественный с его помощью это С помощью оператора Ж введем на внешней прямой сумме двух экземпляров В умножение на комплексные числа, то есть структуру линейного пространства на С. И то, что получится, назовем комплексификацией В. Назовем получившееся пространство комплексификацией В и обозначим ее В с индексом С. Значит, В с индексом С будет обозначением вот этой комплексификации. Значит, когда мы овеществляли, я напомню, что линейное пространство как множество не меняли, просто забывали про дополнительную операцию умножения на комплексные числа. Здесь мы множество меняем, мы его удваиваем. И на удвоенном множестве всегда уже можно ввести оператор Ж вот по такой формуле. Значит, и с его помощью определить умножение на комплексные числа и получить новое комплексное пространство В с индексом С, которое называется комплексификацией исходного вещественного пространства В. Ну, конечно же, интересно выяснить размерность, как размерность комплексификации связана с размерностью самого В. Вот, давайте посмотрим на это. То есть возьмем произвольный базис В и посмотрим, как из него можно сделать базис в новом пространстве, которое получается вот по этой конструкции. Ну, сами эти вектора Е1ЕН использовать напрямую нельзя, потому что они не лежат во внешней прямой сумме. Значит, они лежат только в одном экземпляре В, а внешняя прямая сумма состоит из пар. Ну, давайте добавим эти вектора нулями в качестве пар. Значит, вот комплексификация это пространство пар элементов из В. Так что вот такие пары действительно лежат там, где надо. Вот, давайте проверим, что они образуют базис. Значит, для этого надо, как всегда, проверить две вещи максимальность и линейную независимость. Вот. Ну, проверяем линейную независимость с комплексными коэффициентами, потому что пространство у нас комплексное. Это поле комплексных чисел. Значит, берем лямбда 1 на Е1, 0 плюс и так далее, лямбда n, Еn, 0. Значит, нулевой элемент это пара, состоящая из обоих нулей во внешней прямой сумме. Значит, каждая лямбда можно записать как альфа плюс i на бета. Значит, альфа 1 плюс i на бета 1. Теперь вспомним, чему равно умножение комплексного числа на вот пару, ну, давайте я в общем виде это запишу где-нибудь, а потом мы это здесь используем. Значит, по определению мы должны сначала альфа просто так умножить на пару v, w. Затем вместо умножения на мнимую единицу мы должны написать оператор g. значит, бета умножить на g от v, w. g меняет местами v и w и в одном месте еще знак меняет. то есть минус, с лосоком цифра g. то есть минус бета w, с лосоком цифра g. И остается это все дело сложить. значит, альфа v минус бета w, альфа w плюс бета v. Ну вот общая формула, а теперь давайте ее используем для нашего конкретного случая, когда здесь вектора базиса на первом месте и нули на втором. Вообще, когда w равно нулю, вот здесь, то мы получаем альфа в, а тут бета в. Поэтому здесь мы получим альфа е 1 бета е 1 плюс альфа n е n бета n е n равно нулю. Значит, во внешних прямых суммах равенство означает равенство каждой координаты. То, что на первых местах всюду стоит, должно равняться нулю. И то, что на вторых местах, вот если все сложить, тоже должно получиться ноль. Значит, одно вот такое равенство пар эквивалентно двум обычным равенствам. альфа 1 е 1 плюс альфа n е n равно нулю и бета 1, сейчас бета 1 и альфа 1 виноват. Бета 1 е 1 плюс и так далее, бета n е n равно нулю. Ну и получаем, что и альфа и беты такие, как нам надо. Значит, все коэффициенты нулевые. Значит, действительно мы получаем линейную независимость. То есть, линейную независимость проверили. Теперь давайте максимальность проверять. Максимальность означает, что любую пару W мы должны суметь представить вот в таком вот виде, как левая часть вот здесь. Вот мы должны суметь представить, любую пару W вот в таком виде. То есть, суметь разложить ее по базису. Ну давайте для каждого вектора В и W по отдельности. Это вектора из В. Значит, е 1 е n это базис В. Значит, там это можно сделать. В можно записать как В1 е 1 плюс Вн е n и то же самое с W. Значит, каждый из этих векторов мы можем разложить по базису. Теперь давайте, значит, заметим, что пара В, W есть сумма В0 плюс 0, W. И теперь каждое из слагаемых, значит, надо суметь расписать вот такого типа формулой. Значит, первым совсем просто. В0 равняется В1 е 1 0 плюс и так далее Вн е n 0. Так, теперь W. Значит, теперь W. Значит, точно так же запишем 0, W равняется W1 0 е 1 плюс Wn 0 е n. Так, ну и, значит, последнее, наверное, что здесь важно заметить, это, что порядок пар можно поменять с помощью оператора G, оператора комплексной структуры. Значит, я это могу записать как G от W1, G от E 1 0 плюс и так далее Wn G от E n 0. Значит, когда мы применяем G к паре E 0, мы как раз получаем пару 0 е. Минус. Давайте проверять. Вот у нас где-то осталось или уже пропала формула. Значит, G от W равняется минус WV. Поэтому, когда W равен 0, W просто перелезает на второе место. Вот что здесь и написано. Ну и теперь вот возвращаемся сюда и пишем, значит, F1 плюс E W1 надо умножить на E 1 0 плюс и так далее. E Wn плюс E Wn на E n 0. Значит, вот G можно заменить на умножение на мнимую единицу и получить требуемое разложение по базису. Значит, вот теперь у нас λ1 и так далее, λn, комплексные коэффициенты, а вот эти пары E kT 0 составляют тем самым базис в комплексификации. Значит, раз в базисах одно и то же число элементов, то размерность комплексификации как комплексного пространства равняется размерности самого пространства V как вещественного. Комплексная размерность, то есть размерность как комплексного пространства комплексификации такая же, как размерность вещественного пространства V исходная. Значит, теперь давайте операторы комплексифицировать. Значит, если V действует оператор F, а V вещественное. Значит, вот если есть оператор F вещественном линейном пространстве, то его комплексификации называется оператор, который действует вот по такой формуле. То есть покомпонентно. Так. Продолжение следует... Значит, вот упражнение. Проверьте, что F является комплексным оператором, то есть Fc от λ на VW равняется λ на FcVW для любого комплексного λ. Итак, получается из вещественного оператора в вещественном линейном пространстве V комплексный оператор в комплексном пространстве. Значит, естественно, задаться вопросом, как связаны между собой матрицы F и его комплексификации. Глядя на базисы, значит, понятно, что размерность матрицы будет та же самая, в отличие от овеществления. Тут количество векторов в базисе одно и то же. Значит, матрица будет одна и та же, в смысле, то есть одной и той же размерности. Ну и сейчас мы увидим, что на самом деле и одна и та же. Значит, давайте проверим это. Как записать, что А это матрица F в данном базисе, E1, E, N. Значит, что F от E, K равняется А, K, G, K, L давайте поставим. Значит, E, G, K, M, E, M. Значит, коэффициенты матрицы А удовлетворяют вот такому вот равенству. Значит, опять же, здесь по M подразумевается суммирование, а K произвольное. Значит, это для любого K и суммирование по M. А теперь нам надо записать аналогичную формулу для комплексификации оператора. Значит, нам надо записать F, C от E к 0 вот в аналогичном виде. Ну, понятно, что коэффициенты будут те же самые. Я здесь могу вместо вопросительного знака поставить те же самые А, K, M. Равенство от этого, значит, равенство сохранится. Значит, если для одних, не для пара, для одиночных векторов равенство выполнялось, то от того, что мы справа допишем 0, ничего в этом равенстве не поменяется. Значит, те же самые коэффициенты будут коэффициентами матрицы комплексификации этого нашего оператора. Ну, и в частности, кстати, комплексификаций тоже получается меньше, чем просто комплексных операторов. Потому что операторы в комплексификации, Значит, если их задавать матрицами, то это матрицы с комплексными коэффициентами. А те операторы, которые получаются из комплексификации вещественных, значит, имеют только вещественные коэффициенты. Так что, значит, просто операторов комплексных больше, чем тех, которые получаются комплексификации из вещественных. Так, ровно настолько, насколько матриц с комплексными коэффициентами больше, чем матриц с вещественными. Так, окей. Так, ну и еще одно замечание об обозначениях. Так же, как комплексные числа, можно записывать парами, но удобнее писать в форме вот в такой, с мнимой единицей. Хотя это то же самое, что пары x, y, только, значит, помнить формулу для умножения для пар сложнее, чем для вот такой записи. Точно так же и пары векторов удобно записывать в таком же виде. Значит, вот вместо пар VW мы можем записывать V плюс I на W. Это просто другая форма записи того же самого, то есть тех же пар. Просто умножать будет немножко легче на комплексные числа, если мы будем использовать такие обозначения. Итак, можно считать, что комплексификация – это множество пар со своим умножением, а можем считать, что комплексификация – это множество вот таких вот сумм. Так. Спасибо. Так. Ну и теперь. Собственно говоря, для чего все это делалось? Для доказательства вот такой вот важный, важного утверждения, которое заменяет вот общую теорию жордановых форм для поливещественных чисел. Значит, в комплексном случае, то есть когда поле алгебраически замкнутым, мы всегда можем найти инвариантное подпространство. В вещественном случае это не совсем так, но вот тем не менее. Пусть V – вещественное линейное пространство, а F – в нем линейный оператор. Тогда существует одномерное или двумерное. значит, существует одномерное или двумерное, инвариантное относительно F подпространство. Так. Ну давайте, значит, это доказывать. Ну, для начала составим характеристический многочлен и посмотрим на его корни. Значит, если найдется вещественный корень, значит, нам повезло. Значит, если у характеристического многочлена есть вещественный корень, то есть собственный вектор и он задает одномерное инвариантное подпространство. Проблема как раз в том случае, когда вещественных корней нет. Ну вот, давайте посмотрим на этот случай. Значит, вещественных корней нет, но уж комплексные это точно найдутся, потому что поле комплексных чисел алгебраически замкнут. Так вот, значит, давайте перейдем от пространства V к его комплексификации. Значит, соответственно, и оператор тоже будет комплексифицирован. Значит, и там уже, пользуясь алгебраической замкнутостью, мы можем заключить, что найдется собственное значение комплексное и собственный вектор для этого оператора. В комплексном линейном пространстве всегда есть корень у характеристического многочлена комплексный лямбда. Ему соответствует какой-то собственный вектор Z, значит, не нулевой, а раз собственный. Значит, вот можем всегда так вот записать. Очень хорошо. Теперь вот давайте на это посмотрим, как на комплексное число, как на пары, и на Z тоже, как на пару. Значит, Z принадлежит комплексификации, значит, Z – это пара векторов из V. Ну, а дальше я могу это написать как… Дальше я буду переписывать вот по-разному вот это равенство. fc от Z я запишу как пара f от x, f от y. Значит, правую часть я тоже перепишу, значит, лямбда на Z. Давайте лямбду я запишу как альфа плюс и бета. Альфа плюс и бета. Значит, вот пары x, y. Значит, здесь надо раскрыть скобки. Значит, давайте это альфа x, альфа y плюс, значит, минус бета y, бета x. Значит, я умножение на мнимую единицу заменяю на оператор комплексной структуры, который переставляет координаты в паре и в одном случае меняет знак. Значит, альфа x минус бета y, альфа y плюс бета x. Значит, вот я переписал левую часть и правую, теперь могу их приравнять. Вот левая часть, вот правая. Значит, раз они равны, то равны они по компонентам. Значит, первая компонента там равна первой здесь и вторая там равна второй здесь. То есть f равно вот этому, а f равенство пар означает два таких равенства. Так, здесь я немножко отвлекусь и скажу, что вот если бы мы писали это не парами, а вот в таком виде, то формулы были бы чуть проще, мы бы сразу все сообразили бы. Значит, f мы бы здесь записали вот так вот, а альфа плюс и бета на x плюс и y. Мы бы сразу записали, поскольку мы знаем, как умножаются мнимые единицы. Значит, альфа x минус бета y плюс мнимая единица на альфа y плюс бета x. Вот в таком виде формулу писать чуть проще, чем вот в виде пар. Хотя, по сути, это одно и то же. Ну, в любом случае, как бы мы ни расписывали это, мы получим вот два таких уравнения. Ну, не уравнения, два таких равенства. Давайте равенство. Теперь давайте образуем подпространство, порожденное двумя векторами x и y. Возьмем линейную оболочку этих двух векторов x и y. И заметим, что она и задает инвариантное подпространство, потому что, если мы возьмем произвольную линейную комбинацию x и y, значит, возьмем просто два числа, гамма и дельта. Значит, возьмем линейную комбинацию этих x и y. Тогда f от а, значит, гамма на альфа x минус бета y плюс дельта на то, что останется. Значит, получится альфа гамма плюс бета дельта на x плюс альфа дельта минус гамма бета на y. То есть получится тоже линейная комбинация x и y. Это вектор есть линейная комбинация x и y, а значит принадлежит L. Итак, любой вектор из L оператор f переводит в вектор из L. Тем самым L инвариантна. Ну, а размерность L, значит, понятно, что меньше L равна, чем 2. Одновременно x и y не могут равняться нулями, потому что z у нас не равны нулю, z – собственный вектор. Значит, одновременно x и y не равны нулю, значит, размерность по крайней мере единица. И формально теорема доказана. Мы построили инвариантное подпространство размерности 1 или 2. Ну, вот простое упражнение. Значит, проверьте, что если бета не равно нулю, то размерность L в точности равна 2, а не и не может равняться единице. Продолжение следует...